В области участились случаи нападения на людей, бешеных животных. В Мозыре лиса покусала 9 человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, лиса была заражена бешенством. Специалисты-медики рекомендуют проявлять осторожность при встрече с животными. В Реческом районе за 10 месяцев этого года по поводу покусов в больницу обратилось 237 человек. Из них 65 детей. В 70 случаях был назначен курс прививок против бешенства. В остальных проводится ветеринарное наблюдение за животными, нанесшими покусы. За медицинской помощью по поводу покусов на этой неделе обратился житель деревни Козызаевка. 15 ноября в 2 часа ночи в районе путепровода при переходе через железнодорожные пути был совершен покус человека, жителя деревни Козызаевка, предположительно лисой. Была нанесена травма голени. Человеку этому была назначена антирабическая помощь и введен антирабический иммуноглобулин. То есть вся необходимая медицинская помощь ему была оказана. Также были оповещены абсолютно все службы нашего города и района, которые задействованы в организации мероприятий по профилактике бешенства по нашему району. И в данном районе вчера на протяжении всего дня курсировала бригада по отлову диких бродячих безнадзорных животных. Сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии напоминают, что бешенство – одно из самых опасных инфекционных заболеваний. Необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Бешенство является смертельным заболеванием, от которого единственным средством профилактики и защиты – это антирабические прививки. Для нашего района данный вопрос очень актуален, так как регистрация бешеных животных происходит у нас ежегодно. Как диких, так и домашних, к сожалению. Для всех граждан нашего района и города хотелось бы сказать о том, что ни в коем случае не подходите к неадекватно ведущим себя животным. Если это дикое животное, оно никогда не пойдет к человеку само. Если оно здорово. Если это домашнее животное, нужно следить обязательно за его поведением. То есть, если животное было ласково и к хозяину всегда подходило хорошо, то резкое изменение поведения на агрессивное – уже первый из тех симптомов, на которые следует обратить внимание и вызвать ветеринарного врача. Специалисты советуют придерживаться правил выгула перевозки и транспортировки домашних животных, так как в Реческом районе вирус бешенства присутствует. Врачи настоятельно рекомендуют ежегодно делать домашним питомцам прививки. Продолжение следует...